Добрый вечер, дамы и господа. У нас финал 14 сезона и Хаи Брайт играют против некромантов Хеслера. На стадионе стоит невыносимая жара. Я вещаю из своей рубки с кондиционером. За окном ночь, на стадионе день. И у нас все прекрасно. Кстати, да. Кстати, да. Почему бы нам не замутить? Как всегда, ставки на травмы. Так что, если кто-то хочет, может поставить на травмы. И победителю на гудгейме я выдам прям. Так что ставки на кровавую вангу объявляю открытыми. Они работают до второго хода защищающейся команды. Будет ли пенальти или нет? Это не так интересно. Там только да или нет ответ. Ну, собственно, ставки пока делает только Сокосат. На 6 травм. Если будет мало ставок, то я не вижу смысл. И прем не достанется никому. Так, тем временем надо проверить, что у меня по фпсу. Фпс вроде не падает. Ну что. Жара делает тачдаун немножко рандомный. То есть, ты заносишь, срабатывает жара, непонятно, кто ложится. И непонятно, кто выходит в атаку защиту. Соответственно, для атакующего максимальное желание посталить при жаре. Чтобы у атакера, несмотря на то, насколько хорошо выпали кубы на жару, было как можно меньше шансов занести в ответ. Ну, вы поняли. После тачдаун атакера, соответственно. Эльфа ставится стандартной вилкой. Тровера на край я бы, наверное, поберегся ставить. Я бы его, наверное, в центр поставил. А вот кикер я бы поставил на край. По индустментам, кстати, девочки. В первом, при первом старте фанаты были у Брайта. Сейчас случилась переигровка, и фанаты перешли к Хеслеру. Обратите внимание, то есть это слегка в пользу Хеслера работает сейчас переигровка. Но, конечно же, Хеслер лишился второй взятки. Вместо этого он прикупил девочку. Честно, это довольно приятно, потому что против Айс Рейна довольно много игроков лежало с нокаутом. Вот здесь, как минимум, вот этот убивашка провалялся весь матч с нокаутом. А, нет, стоп, нет, убивашка. Кто-то там постоянно отваливался. А, Вайт с Гордом обычный, вот этот парень. Пытался отвалиться постоянно в нокаут. В принципе, окей. Брать ничего здесь не изменилось за счет стадиона МАК. Да, 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 да. Я же вспомнил. Вот этот парень пытался отвалиться, поспать. Хорошая линейка. Этот парень кинул плюс мув. Очень опасный вантернер. на 3 плюс пробегает плотную линию. Кик, соответственно, выберется более внутренний должен быть круг. Смотрите, стандартная, ну, как, не то чтобы ошибка, но очень часто такая фигня происходит. Если у вас выбор сюда или сюда, я бы выбрал внутрь, внутренний круг. Почему? Потому что вот как раз то, что произошло сейчас. Погода сменилась на ясную. И мяч отскатывался в одну клетку влево. Плюс был выбран внешний круг влево сюда. И он вылетает за поле. И мы начинаем с того, что мяч уже в руках у пятисильного волка. Я бы не сказал, что это лучший выбор. Пятисильный волк с мячом. Во-первых, потому что это пятисильный волк с МБ. Френзей. Да, у него есть замена. Вот этот парень. Тем не менее, частенько игроков марчит просто для чего-либо. И с Маркой бить... О, кстати, первая травма. Ну что, касат, осталось пять. с первого же удара вываливается кто? Блоджер. Ну, в Роджер, окей, на Бадли Хёрд. Очень хорошие кубы. 5-6-5-6. Нашел 6-6-5-5-6-3. И здесь еще пятерка. То есть, кубы реально хороши. Для начала. Этот лонер просто вываливается. Ему нормально. дабл-черепак перебрасывается. редкое явление. 10 других не зашли. Ну, понимаешь, касат, в чем прикол? Тут, а, если понимаешь, еще в чем проблема? Смотри, есть вот такой парень, который, которому, в принципе, пятая сила не сильно мешает. есть вот такой парень, который даже в красный прекрасно выбьет. Есть вот такой парень, который, в принципе, плевал на стриболы. Ну, есть стрибол, и чё? Если не находишь шестерку вот этим игроком, ты не выбиваешь мяч. А, как бы, если находишь пятерку вот этим игроком, то ты и у волка выбиваешь мяч. При этом, волк с МБ, он реально потенциально опасен. Его будут марчить, ну, с меньшим желанием. Я не очень понимаю вот эту идею, но, типа, пятая сила, она меня защитит. Я понимаю, что расчет где-то такой. Фалить этих ребят не очень интересно. Блицевал я бы все-таки вот этого друга. У него, конечно, минус ловкости, это очень забавно. Фалила с краю стоит. Он, в принципе, если вот этого фалить, все нормально делает. Вопрос в том, что собираются фалить вот этого, кикера. Я не считаю кикера настолько полезным игроком в сравнении с тровером. Если подставлен кикер и подставлен тровер, причем это хайовский тровер, я попрошу, а это лучший тровер в игре, то я бы бил тровера. Без вариантов. Еще был, конечно, вариант блицевать в этого друга, но, как я уже говорил до начала матча, здесь взят гард вместо джиггернаута. Соответственно, блицевать этого друга не так интересно. Вот, будет джиггер. Было бы интереснее. А, у него две неглы, да? Я думал, одна. Окей. Дырка, на которую можно липнуться. Достаточно легко снять контакт, липнуться и проломить череп. Парень марширует, явно не доходит. А нет, дошел, смотрите, но не пробивает. Хорошо. Взятка не ушла. Раз не пробил, то взятка точно не ушла. Это все просто. Ну, он хотя бы попытался. Но это 8+. Он кинул 6-7 с ДП. Не хватило ассистов. Этот парень будет доджиться в последнюю очередь вот в эту клетку. Тровер, скорее всего, идет назад. А вот как будут действовать остальные, ребят, я не понимаю. Потому что там обжали плотно. Явно, явно. куда бы ты ни шел, к тебе прибежит либо этот парень, либо какой-нибудь вот этот парень. А этот парень уже одного отправил. И запаса у эльфов нет, значит, до конца игры эльфы будут играть в 10 человек. Блин, эльфы в 10 человек. Эльфы в 10 эльфов. Тоже звучит на самом деле глупо. Этот парень фейлил всю игру и в итоге переметнулся. Волком точно стоит носить. Ну, мага я не рассматривал, потому что как минимум у обоих и кем бы ты ни носил, маг всегда поджарит. Это Стэнфирм, конечно же, потому что зачем убирать парня стаклом от двух эльфов? В 10. Здравствуй, Правда Рейвен. Что в 10? А, остались они в 10? Я вроде сказал, что они в 10 остались. Кстати, кто ставил на пилу, тот проиграл. Пилы не последовало. Пока что это похоже на столбики. Додж неуспешный. Ну, такл, по-моему, стоит. А, нет, тут у него просто стройного Доджа нет. Видите, до конца матча будут играть в 10 эльфов или человек. А, а, ну, в принципе, да, да, согласен. В 10 игроков. По-моему, тоже неплохо звучит. Итак, столбики поставлены, не слишком сильно и обильно. Опять же, парень, которого некроманты ненавидят, вот он лежит. Блиц я бы делал сюда, наверное. Как видите, две неглы. И вот этот парень, они очень неплохо сочетаются. Во всех смыслах, потому что здесь тоже две неглы. Гард стоит неплохо. Особенно, если помочь снять ассист с него. На 3 плюс входит вот этот друг. В принципе, ничего сложного в перестроении вот сюда вот не было. то есть, зомби сюда, этого сюда, отсюда Блиц. Соответственно, этот зомби закрывает. Здесь закрываемся големом. И парень спокойно фалит с ассистом от Гулин. Например, либо Гулю используешь в клетке. Этот парень стоит здесь опять же. но нет, он стоит где-то слева. Я не очень понимаю, как его собираются прикрывать. Потому что, если не валишь вот этим ударом, этот парень заходит внутрь. этого могут повалить. Опять же. Для того, чтобы его не повалили, нужен контр-ассист. Вот так играется. Хорошо. Кетчер падает на все. И он реально падает с пробитием. это я бы подумал. Вот сейчас я бы подумал. Но, тем не менее, смотрите, пол успешен. Всего лишь прилег двухнегловый парень. Мы ничего не потеряли. Хорошо. Теперь, что будет делать здесь некор? И что будет делать с лежачими? Почему вот этот друг здесь стоит? Прикрывай. И он прикрывает. Хорошо. Да, вход по эльфу. Да, это стандартно для эльфов, на самом деле. Даже крысы не так часто вылетают. А уж я играл теми и другими. Будет ли пытать здесь удачу? Не знаю. И я бы, наверное, не рискнул. Во-первых, на двойку падать не охота. Во-вторых, он фейн... Ну, в принципе, следуйте, он все равно не будет. Фолл. Опять же, с малым количеством ассистов, но пробивается. И смотрите, это травма без взятки. И минус три эльфа. Это уже восемь игроков против одиннадцати и двух запасных. кстати, он кинул восемь, девять за ДП и он был неглованый, да? Да, и он был неглованый. Хорошо. Здесь удара нет, здесь удара нет. Здесь, кстати, такла нет. И при желании можно зайти и ударить по волку. Это лип. Плохой лип. Но это эльфийский лип, как бы на единичку, это нормально. Я не посмотрю, там один-два, по-моему, был на липе. Счетчик-то надо поменять. Уже две травмы. Нет, один-один, смотрите, это действительно эльфийский лип. Один-один, нормально. Такое случается. Причем с эльфами это очень часто случается. Карма за 5-1. Понимаешь, если ты считаешь, что откат за 5-1 пошел, то ты в первой игре следующего сезона должен просто соперника 12-0 выиграть. А с другой стороны, карма, она никак не влияет на жизнь. Она влияет на то, кем ты переродишься после смерти. Не более. Я надеюсь, ты не на меня попадешься. Ты же новой командой будешь или норсами продолжать? Нет, по-моему, ты от норсов устал быть новой командой. Та не попадешься никак. ДП уронили. А это значит, что кому-то наступят на спину. А я бы вот этому, конечно, наступил. Тут и ассист есть. Можно больше ассистов подвести. А еще сезон катнешь. Тем более не попадемся. Без проблем. Блиц. Кого блицевать? Хочется вот этого блицануть, потому что он в радиусе. Кого еще можно блицануть? Можно блицануть вот этого после удара волком. То есть, бьешь волком, если не повалил, а это он ассист сделал. Но зачем? Зачем? А, он мог фент типа отменить. Но он фент не отменил. Сет степится. Шлеп. Хорошо. Но все еще можно добавить ему на орехи. Проблема в том, что некрасы растянулись я почти уверен, что фалить будут вот этого агильного парня либо вот этого сайдстепера. Зачем ассист на фентера? Фент можно было, мне кажется, отменить. Хотя... Хотя, если честно, я не помню. По-моему... Ладно, сейчас он сходит. Вот. И уехать в 1D за счет сайдстепа. Ну, ладно. Убивашка находит шестерку. Опять же, джиггернаута нет. В какой раз мешается отсутствие джиггернаута? Сейчас бы степнулся вперед и сделал ПО, но нет. У него гард. Гард с ПО не очень хорошо работает, на мой взгляд. На кого наступят? На этого или на этого? Здесь 2 ассиста, здесь 1 ассист. Идти одинаково до любого. Ну, в смысле, без гафаити. что туда, что сюда. Здесь слегка свободно. То есть, если эльфы захотят зайти с этого фланга, ну, вы поняли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот этот парень уже может прийти сюда при желании. Ладно. Пробил. Хрусь. Три травмы. Минус 4 игрока. Молния. Молния. Все. Можно перестать играть. Можно сдаваться. Игра окончена. Я уже вижу, как Хеслер держит в руке кубок. Размахиваем во все стороны. и как у Брайта горит. Потому что я помню, что Брайт он нормально подгорает в такие моменты. А это как бы эльфийская игра. То есть каждый эльф на счету, а их уже минус 4 и некроманты со взяткой. сдаваться нельзя. Есть примеры. Не, ну как бы я понимаю. я понимаю, что есть примеры, но сейчас да, он еще и с магом я согласен. Но маг это разовое воздействие, а взятка просто говорит о том, что он будет тебя фалить до тех пор, пока у него не кончится зомби с ДП и плюс взятка. А это может все 16 ходов длиться. А пока что, смотрите, 3 хода фалов, 2 эльфа ушли с фалов. Вот этот парень, вот этот, работает менее эффективно, чем вот этот. Там сейчас что-то, знаете, из музыки с Риком и Морти вот играет. Кстати, картинка не лагает, звук нормальный. Ну, я, конечно, понимаю, что уже прошло пол матча, но все же. Минус 4. Спасибо, Айс Рэй. Хорошо, спасибо, Косат. Время явно продвинуть клетку, оставив вот этих ребят за бортом, то есть разделить этого парня и вот этих ребят и блицевать, соответственно, гильного, потому что только до него убивашка добегает. В идеале, конечно, на Пьере, но такое. Ну вот, клетку построить здесь, уже плотную, потому что мага нет, особо не о чем беспокоиться. и я бы, возможно, я бы только на бумаге, но прикинул, кем бы хорошо занести. Так, игрок стоит. Не надо реролить. Это не тот момент, когда это надо делать. Хорошо. Вот его бы как раз лучше было бы блицевать волком, потому что ты с этой клетки блицуешь, куда бы он не отступил, будет второй удар. С другой стороны, я бы вообще блицевал вот этого, но мне опять бы не хватило джиггернаута. У меня была бы БД стрелка, я бы опять думал, как же плохо, что нет джаги. Так, пока что коробка выстраивается там, где я, собственно, показал. Соответственно, тебя сюда. Вот здесь момент. Именно насчет моего мышления, почему этого парня сюда. По одной простой причине. С этой стороны много эльфов. Если они будут забегать, они будут либо отсюда, либо отсюда заходить. Соответственно, здесь нужен гард. Чтобы даже рычка не спасала. Почему широкая клетка? Я не понимаю, честно. Он сюда собирается еще игрока поставить. О, шестерка. Прикольно. Тем не менее, раз, два, ассист. пол кетчера. Согласен, самый опасный кетчер. Взятка уходит, но кетчер тоже. Hello, darkness, my friend. Еще и взятку приняли. Тут, знаете, была бы приятная мелочь, если бы взятку не приняли, но взятку приняли. И минус аптека, и минус стрипболист. Агильный, причем, стрипболист, который на два плюс прыгал. Вот обратите внимание, игрок один раз, один раз, кинул один-один. Все. Игра пошла, во-первых, наперекосяк. Во-вторых, сам игрок ушел с поля, не сделав вообще ничего. При этом он не травмировался об асфальт. Его просто закопали прямо на том же месте. Ну, он не мертвый. Он травмированный. Как бы, игроков на поле все меньше и меньше. Их уже шесть. В шесть эльфов сдержать атаку. Норс, конечно, прыгает лучше, без сомнений. Ладно. Пока все идет нормально. единичка на додж. Терка есть. Он просто вбежал. Шестерка. Вот о чем я говорил. Почему он не поставил широкую, узкую клетку? И сюда вот надо было горда ставить. Он поставил широкую клетку вместо узкой. Сюда не поставил игрока. Ну, это бы не сыграло уже ничего, но с доджица было бы сложнее. Здесь игрок стоял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Носа нет. Но кидать придется отсюда все равно. этим надо доджица и кидать с минус один. Вот, 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 пошла эльфийская игра. Заходит. Вот, вроде бы, есть ШХ. Вроде эльф, вроде ШХ. Нет. Три плюс подбор, даже ШХ не, не осилить просто эльфом. Ну что, это приходит сюда. Удар здесь, блиц сюда. Ну, граб сюда или сюда. Сюда я бы не стал. Ой, а зачем сюда? Для меня это загадка. Тогда уж сюда бы толкал, кстати. И подходил бы под него. И этим волком бы бил еще. Гард сюда. Удар сюда. Блиц сюда. На мече вас миллион. Единственное, конечно, меня напрягает, что удар надо делать вот этим парнем. Не, можно, конечно, вот так ударить и вот так ударить. Здесь хотя бы Ресл есть. На двойку можно уронить Гарда. Но если ты не уроняешь Гарда, он приходит к мечу. Стрелочка нормальная. На самом деле, надо было подходить. Я бы подошел и ударом сюда вытеснил бы вот этого игрока сюда. И как бы, если ты валишь этого игрока, а этого вытесняешь, то вот этот друг может хотя бы сюда встать, к мячу. Или можно было вообще потом сюда ударить и вообще аж подобрать мяч. Эльфы бы уже ничего не сделали. Не, можно, конечно, сейчас сюда своего игрока поставить и сделать все то же самое. Скажем, вот так листу, например. Так лист заходит сюда. Понь, понь, понь. Ну, в общем, такое. Ну, выбирается что-то другое. Убивашка сюда пришел. Все еще можно сделать вот так. БД. Проблема в чем? У Горда нет такла. От него все разбегутся, вот эти два парня. Мяч в двух такл-зонах всего. Опять же, вот этот парень реально может подобрать. Просто с броском тут все сложно. Да, бросок действительно тяжелый. Даже если раз-два-три. Раз-два-три-четыре. Ну, например. Здесь вот этапа нет. Раз-два. Блин, тогда проще. Раз-два-три. Четыре-пять-шесть. Забросить. Ну, три плюса не надо делать, когда ты можешь их не делать. Кстати, нулевой зомбак. кидать нас. Ой, нулевой гуль. Это хотя бы слегка уравнивает игроку. команды сейчас на поле именно в данный мир. Что там? 2-2? 2-2. Доджетсы, смотрите, стратегическое залегание. Он не может сюда доджетсы, потому что лежит зомбак. Я все еще не доволен количеством игроков на мече. Можно было сделать три или даже четыре. Но, по крайней мере, он посейвил вот этого игрока. Я бы на него уже давно забил и у меня бы здесь было человек пять, наверное. Или четыре. Хм, кстати, это же пятая травма. Так вот. и возле каждого эльфа стоял бы парень с таклом. Одно для некроманта бесспорно хорошо. В любой непонятной ситуации у него есть у него есть Вот как играть эльфу? Сейчас, конечно, немножко загадка. Можно, конечно, вот так. Это три плюс всего для этого игрока. Да, здесь такл-такл, но три плюс, два плюс. Раз, два, три. Вкладка. Блин, вкладка сложная. Вкладка, что на четыре плюс. А так, кстати, ты клетки делаешь вкладку и он такой раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть. А, отличное решение тоже. Да, это два плюс за дополнительный муф потраченный. хорошо. Ну, что, у тебя дочь не потрачен? Что будешь делать? Так идти? Или выходить и заходить? Красный паз неприятен. Опять же, волк марчит. Это три плюс кетч. Хорошо. ловить здесь или здесь? Интерцепт. Ой-ой-ой. Все идет просто через одно место. Все, что могло пойти у эльфа не так в этой игре, пошло. нет, он правильно, что не делал интерцепт этим игроком. Здравствуй, сага. Вкладка на 4 плюс была. В принципе, возможно, ты прав. Возможно, в некромантах что-то такое есть, что им на фу подыгрывает. Не думал об этом? Кстати, интересно, а как он будет выходить? Я пока что выход вижу только блицом сюда. Типа, блиц големом вышел, построил клетку, передал мяч. На следующий ход, правда, передал мяч. И понес. Ничего. Не, бесспорно укинул лучше, но недостаточно. Этот парень точно достойен того, чтобы его зафалили. Вопрос вот в этом парне. Кстати, а где второй фалил? А, вот он стоит. Как раз освободился. Опять же, в ОСАГО, кстати, насчет этого всего я бы, наверное, тоже бы посчитал, что 4 плюс пас выгоднее, чем 4 плюс вкладка, потом еще здесь додж, уход сюда и отсюда уже пас. Хотя, додж с авториролом, конечно, но кетч 4 плюс. А тут был шанс просто вытянуть. не, не, не. Что-то пятисильный волк не умеет в шестерке, правда, пятерку нормально кидал. три пятерки на пяти кубах. А, ну, типа клетка образовалась за счет граба выталкивать его наружу. Ах, а он и без граба бы это сделал. Да, но он стоял в двух таковых зонах. Это тот же самый 4 плюс бросок. А вот придет 6 плюс или не придет, это, знаешь, такой, тот еще вопрос. А кубов при этом ты кинешь значительно меньше. И пас тот же самый 4 плюс. Не, я считаю, Брайт правильно сделал пас. Просто не повезло с интерцептом. Пятисильный волк умеет кидать 5, что-то в этом есть. Да, да. Здравствуй, Дезмонд. Что-то в этом явно есть. Кстати, два хода у Некров осталось. А стоят они пока что довольно далеко. Но он может занести вот этим парнем. двойка не работает на эту гулю. Это гуля со специальной защитой. Он, кстати, хорош, этот волк, но у него такла нет. Вот. Отсутствие такла довольно сильно обесценивает эту тварюгу. С другой стороны, против башеров похрен на таку. вкладка волку будет. Да я почти уверен, что будет волку. Хотя нет. Не уверен. Ты должен оттолкнуть вот этого игрока. Ты должен оттолкнуть вот этого игрока от волка. И только тогда ты можешь ему сделать вкладку. Тем не менее, самим волком проще отодвинуть вот этого игрока. И у тебя сразу освобождается гуля. И тебе даже идти не надо для вкладки гуля. Так, блицер уже выбежал. По-моему, лишний ГФИ был. Он случайно его нажал, мне кажется. То есть, он не хотел кидать, но благоуспешно. Шесть угулю. Понятненько. И еще травма. Гули. Нормально. Два удара по гулям. Минус две гули. И минус мух еще на гуле. Это уже шестая травма за игру. Теперь некромантам придется подумать о своей позиционке, несмотря на огромное количество выбитых эльфов. То есть, на поле шесть эльфов и девять некромантов. И тем не менее, эльфы заставляют задуматься. С другой стороны, такие эльфы с таким количеством могилы кого угодно могли заставить задуматься. ну что, блиц в этого игрока удар волком сюда. У тебя освобожден вот этот парень. он у тебя голем освобожденный. Можно будет сделать вкладку Жану. Жан переходит сюда, где его догоняет только вот этот эльф. Да. И как бы здесь закрыл, здесь закрыл, Жан стоит в жопе мира. Ну и все. Ну да, есть такое. Не знаю, во мой взгляд, вот этот блиц, он прям напрашивается. Прям вот сильно-сильно. И ладно, он теперь вообще никуда не добегает этот парень. Я не понимаю, куда вот эти големы ходят. Ну как бы, ладно. Ты бил отсюда, у тебя здесь волк стоял. Если бы он шагнул вниз, он бы еще от волка два удара получил. Ну окей, ты снял везде ассисты, ты блицуешь сюда, в вкладку все равно придется войду дел. Он правда сейчас никуда не добегает из-за сломанной ноги, но когда он сюда перебежит, он точно будет добегать. Вот блиц пошел. Шестерка сразу. А, ну да, там фен. Согласен. Ладно, еще один удар от волка. Хорошо. До свидания. Вы были нежелательным гостем на нашем празднике жизни. Кстати, имело смысл последовать за ним, мне кажется, чтобы вот на этого игрока подойти. Не знаю, почему он не последовал. Ладно, ставь его здесь тогда хотя бы. Основная проблема, вот он. Вот стоит основная проблема. Ну, марчишь здесь, этих ставишь по бокам. Праздники не жизни. Окей, хорошо. Ладно. Ну, помарчи. Да приди, че-то. Или ты собираешься вот сюда наступать без ассистов. Тогда надо вот этим наступать без ассистов. Ну, кстати, некраса будет в фулл составе в следующем драйве и тайме. Если никто не вылетит, конечно. Сюда, повыше. И стой, не подходи. ладно. Ладно. Гард есть. Гард есть. Этот парень побежит по такл зонам. Раз, два, три, четыре. Нет, надо с этой стороны бить, чтобы... Чтобы что? Чтобы что? Хорошо, хоть так смог. Пошел. Додж потрачен. Врачал, нашел шесть, выебил мяч. Нет, не стенд фирм. Он должен сюда упасть. А, с пробоем. Череп, кстати, удался. Парить, ты зря это сделал. Тем не менее, эльфы отбились, кстати, 0-0. Тем не менее. Я бы мага не тратил на место Хеслера, я бы оставил свою защиту и там бы потратил при первой же возможности на двухходовку тоже. Помарчить волком здесь. за счет горда блицуешь сюда, удар здесь, смотришь, куда он вывалится, причем, блицуешь сюда как? Блиц, удар, сюда, либо сюда. Если валишь, то вообще вот так, вот так. Чтобы эту парню затолкать. А если не валишь? Если не валишь, если не валишь, не валишь. Не знаю. Если валишь, то толкаешь сюда, чтобы вот это вот сюда вытолкать. потом удар здесь. Бам-бам. И зомби на 4 плюс додж, подбор и занес. Вот и все. Можно, конечно, мага потратить, я бы не стал. Можно вообще сейфово сыграть, просто в этого парня блицевать, и все, эльф уже не заносит, и типа в шоколаде весь там со всех сторон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Садим в ГФИ и добегает этот парень. А этот парень добегает вообще без ГФИ, но как бы уходит зомби 1, уходит зомби 2, этот приходит, дает ассист, и этот парень уже облицует. Нет, смотрите, решил я же думал, он решил ГФИ и делать первым ходом. Сюда. Все равно мне нравится идея с ударом сюда, я тут выдавливаю вот этого игрока. Ресл работает. Ха! Теперь Блиц с этим парнем. 3, 4, 5, 6, 7. Кстати, 1, 2, 3. Да, реально, вообще волка можно бить. Шестерка сходная дина. Сюда его вталпуй. Не уверен. Мне кажется, он был сюда положить. Ну, неважно. Смотрим. Волк дебил поймал. Волк дебил. Ну, ну, ладно. вталпуй. Вталпуй. Зря. Сюда он был вталпуй. Не знаю, почему он не сюда положил, а вот сюда. А, это сайдстеп. Все, окей. На сайдстепе, конечно, да. Лучше из возможных. Ну, и это прикрыть волком. Как бы, ладно. Почему не сюда? Да. 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 Шесть. Есть. Уронил. А, здесь Николасу не поймали. Кстати, пызло, что не сюда. Кто это вообще жопа была бы. Сейчас есть шанс через верх забежать, забрать все дело. И передать. Бэ. Ну, может, и нагрязнят. Почему нет? Как бы, не помарчил здесь, не блицанул. Вот тебе шанс, пожалуйста. Оп. Хорошо. И, по-моему, даже без гафы заносит. Да, без гафы. Отлично, молодец. Аркануар Эллирдель. Эльфы ведут по итогам первого тайма. Теперь мы смотрим, сколько поднимается эльф из нокаута. Все. Отлично. 7 эльфов против 11 некрасов, но некрасы лишились двух быстрых игроков. С другой стороны, эльфы тоже много лишились полезного. Зато Ван Тернер еще на поле. Нет, косакаса, ты сказал за всю игру. А почему они в атаку ставятся? Я надеюсь, волки вот здесь будут стоять? Я вообще вот так вот троих поставил бы. Некрэ пошли ва-банк. А че им ва-банк идти? Им достаточно на самом деле уменьшить количество хайов, занести за счет мага или даже без него. а потом соответственно противоположный вариант. Я бы наоборот поставил здесь големы, здесь зомби, чтобы эльфы прорывались из более невыгодной позиции. И пятисильный здесь должен стоять по-хорошему. Ну, здесь явно не ол-ин. Да, эльфам все-таки придется троих на лос, поставить в атаке. Левый фланг? Почему левый? А, то, что голем хуже на левом фланге. Согласен. И зато уайт и волк лучше для остановки. Сейчас перфект дефенс дадут и просто у эльфов все поедет. А еще смешнее будет, если не перфект дефенс, а вообще блиц и мяч улетит вот сюда, куда-нибудь. Нет, смотрите. О, как неудачно. Один зомби в обмен на фронтлайн и бэклайн. Теперь прикрывать прорыв некому. Он планировал сюда поставить игрока сайдстеппера, сюда ударить, пройти дальше и передав мяч встать вот здесь вантернером. Теперь мяч лежит в открытом поле. Его надо обязательно кем-то подобрать и засейвить. То есть вперед команда уже не пойдет точно? Так. Так. Не знаю, вот с этим парнем одна клетка так не решает. Вот с этим парнем. Тем не менее. Волки должны идти вперед. Давай ты. Пой ты плохо бегают, но этого парня должны блицевать точно. Этого парня должны прикрыть. То есть его волком я бы прикрыл, наверное. Этих ребят прикрыл бы големом зомби. Причем голем здесь, зомби тут. Конечно, хорошо бы волка сюда поставить, но нет. А, можно, кстати? Нет! Зачем такой ранний маг? Что? Ладно. Он, по крайней мере, равен. Он равен хаям. Это уже хорошо для хаев. Что там единица, что здесь единица. Вообще, красненький лог. Приятно посмотреть. Рано. Просто рано. тут как бы почему рано? Вот этот парень, если ты не набегаешь на мяч кучей игроков, этот парень подходит и выбрасывает мяч туда, куда ему надо. То есть это только видимость, что мяч здесь. Учитывая, что тровер до него доходит без ГФИ, мяч может оказаться где угодно. Поэтому то, что ты сбиваешь вот этого парня, агильно мувного, это ничего не дало бы на молнии. В принципе, в принципе, это неплохо расслабило эльфов. И это хорошо. А можно узнать, почему не вот этим? Почему вот этим? чё-то какая-то ерунда происходит. Просто этот бы парень даже пробил бармор. Как бы кинуто 9 было бы. этот парень не пробил армор. Куда-то критически продвинуться, он не продвинулся на мяч, пока никто не набежал. Хотя сейчас можно набежать, кстати, как минимум вот этим парнем. И нагнетать атмосферу. Здесь без так не круто. Не верю, что он то стоил, а я бы где-нибудь здесь, наверное, встал, но сойдёт. раз, два, три, четыре, пять, шесть, гфишка. Лог сюда. Две гфишки. Так, это уже серьёзнее. Хорошо. Не, ну если так кидать гфи, то в принципе ладно. Ну, сейфти-то стаклом оставь точно. Отличный сейфти-стаклом. Не пробил, удалился. Нет, не удалился, один-два. Хорошо. Какое-никакое напряжение на мяч? Ладно. Изи-додж. Изи-додж. Сбил хорошо. Надо вот сюда вставать, чтобы увеличить забег для волка. одного сюда, одного сюда, одного сюда. Самому куда-нибудь сюда. И волк точно по большой дуге будет забегать. Отлично. Хорошие клубы. Выходим отсюда. Передача. Передача. Четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Да, должно хватить мула, чтобы даже без паса просто вкладка обойтись. Хорошо. Я до сих пор не понимаю, почему этот волк вперед пошел, а не остался с големом. можно и так, да. здесь стакл зона, здесь стакл зона. Да можно два плюс, два плюс. Даже три плюс, два плюс. Так не надо пробегать. Вниз, сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Все, и вот здесь стал. Иволк как бы такой, типа, не... Не важно. три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ай, не доходит. Раз, два, три. А, прикольно. Диагональ через вот это место проходит. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, четыре плюс, три плюс, как бы. Ассист только с двумя гфуи. Вот. Почему не оставить в бэклайне вот волка стаклом? Вообще какого-нибудь игрока стаклом? Почему? Как бы зачем он его вперед повел вот на этот ассист? Я не понял. Не, ну можно, конечно, вот сюда подойти. Ну, про дрейвен я понимаю, потому что, как бы, смотри, минус четыре игрока против одиннадцати. То есть это семь против одиннадцати. Огромный провал, огромный провал по позиционке у эльфов. Тем не менее, некроманты делают достаточно серьезную ошибку. Ну, кстати, проталкивание молодец. Вот. Некроманты делают достаточно серьезную ошибку, и теперь им приходится решать сложные ребусы. Два гафа и здесь. Возможно, два гафа и тут. Так я-то понимаю. Я понимаю. Я играл эльфами. Я понимаю, как это делается. Здесь почему-то поторопился. Занервничал. Сто процентов занервничал. Вот. Сто процентов. Как бы вел-вел. Тут вдруг одинноль ты проигрываешь. На магии единица. И понервничал. Пошел вперед там, где не надо было идти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А-а-а. Надо все еще доджить. Логично. Логично. Когда-то это должно было случиться. Я не знаю, почему он сюда лонером не подошел. Я бы вперед шел. А, это такл сработал. Куда ты упадешь? Вперед. Ай. Именно та травма играет очень серьезно. Не было бы травмы, были бы прекрасные шансы занести. Сейчас шансы уменьшаются. Восага, скажем так, смотри, у эльфа, ну, у Брайта, у него после вот этих действий, в принципе, все выглядело достаточно сейфово. И он решил просто не тратить лонера. Пока еще могут. Эльфы пока могут нагрязнить на тачдаун. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Им хватает на занос. Еще и уронил на одном кубе, что приятно. Раз. А вот здесь теперь не хватает. Надо вверх доджиться все равно. Сейчас надо улынить эльфами. Сейчас надо эльфами улынить через три плюс. Ладно, я бы улынил эльфами. Восага, я... Делаю предположение, что он не захотел терять игрока на самоубийстве Апол. То есть, ему еще дальше продолжать защищаться было. То есть, по идее, раз, два, три, четыре, пять. Пять ходов он бы еще защищался. То, что он сейчас бы заносил обязательно. Ему надо было защититься от двух ходовки. И потом еще за три хода не потерять мяч. Это плохо. Это очень плохо. Но я бы то же самое улынил. К сожалению, шесть-шесть пришли после доджа. К сожалению, два-два, шесть-шесть. Если бы их местами поменять, возможно, было бы лучше. Но окей. Есть так, как есть. Сейчас... Некрам нужно думать, как занести как можно быстрее. А, хотя да. Можно в овертайм переводить. В принципе, согласен. Овертайм будет сильно от монетки зависеть. Очень сильно. Потому что эльфы все равно могут разыграть двухходовку пока что. Хоть и... Мега-полезный прилипал, отвалился. Кстати, еще не все потеряно. Смотря, как он спрячет мяч. Пока что минус пять. Из них двое сверхполезных. Остальные просто эльфы. Еще отдельный липер отвалился. Шансы, как и эльфы, тают на глазах. Ну, возможно, кинет 2-2 или 1-1 на подбор. И можно будет что-то придумать. Да, БД не было. Хотя забавно. Вот именно сейчас забавный момент. Если бы он подобрал, отошел, а потом бы здесь кинул стрелку БД, можно было бы выбрать БД. Все-таки армор седьмой. И из лежачего положения всего 4 мула. Он из этой клетки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только напрямую добегал куда-либо. А до волка только лонер мог бежать. Это, кстати, хорошее решение. Ой-ой-ой, да что такое? Где охваленый армор эльфийский? Ну, я понимаю, что здесь клавса, но тем не менее. Куда переведешь? Здесь стоял зомбак. Здесь стоял этот парень. Зомбака можно было повалить в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну да, то же самое. Хорошо. Не стало в один дай бить. А я побил, кстати, все равно ничего не меняет. И три переброса на один переброс. У Хеслера вроде как все хорошо, а вроде как и на тоненького. Несмотря на огромный просто мега-гигантский склад. Ну не, еще в красный могут выбить. Сколько раз я уже видел шесть-шесть всякие, пять-шесть. В красный. Главное, чтобы был Ресл и Такл. И похрену. Видишь, шесть-шесть. Раз. Агильный будет снимать ассист. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Винкс все-таки наковырялся на этот, на лейлап. Стрелка. Ну, надо пытаться перебросить. Назад, конечно. Проблема в том, что если ты пойдешь, тебя вот этот волк закопает. Естественно, не надо ходить. Только добегает волк. Ну, волк давай-то добегает при желании. То есть можно блицевать вот этого парня. Раз, два, три, четыре. Этот идет сюда. Этот идет сюда. Этот идет сюда. Блиц идет сюда. Волк уходит сюда. И закрывается вот этими двумя парнями. Без проблем. Потом еще вот этот парень бьет вот этого. И вот этим можно еще и похвалить. Хм. Отсюда. Отсюда. Блин, что у меня с хромом? А, это счетчик зрителей мигает. Что за бред? Вот так, чтобы его не видно было. Почему сюда не встал? Почему сюда? Сюда, 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 при таких раскладах. Сюда. До сих пор не понимаю, почему у этого парня блица не было. А, чтобы ему легче было добежать, да? Вот сюда. Ну, закрою хотя бы здесь тогда. Или вот здесь. Пусть хоть покидает что-нибудь. Здесь бы еще закрыться. Вот здесь. Или... А, ну здесь вообще можно пофалить горда. О, фали теперь с этой клетки сюда. Не пробил. А, значит, не удален. Один-два. Парень уже какой ход один-два кидает. Закрыт. Закрыт. Можно встать сюда. И все. Почему сюда не встал? Вот этого парня я бы блица точно не боялся. Имба фалы. Не, если бы он один-один кидал, это бы точно были... Или два-два. Это были бы вообще имба фалы. Да. По крайней мере, если ты не пробил, ты уверен, что не удален. В красный этим парнем очень не хочется скидать. Ра, нет. Раз, два, три, четыре, пять, шоу. Да ну, нет. Тяжело. Хорош. Хорош. Зелененькая. И... А. Шурфит. Ой, пять-пять пришло. Ммм, вкусняха. Про это я говорил. Вот про это я и говорил. Но без пробоя. Эльфам бы по-любому хотелось с пробоем, но без пробоя. А теперь, внимание, вопрос. Куда меч-то девать? Вот он лежит в двух такл-зонах, этот парень его сможет выковырнуть. Он сможет выковырить. Как бы без проблем. Это всего лишь три плюс. Куда передавать? Ну вот это вот красивый забег, мне понравилось. Ой, даже тройвер выковырил, а не вот этот парень. Это тоже совсем all-in. Это сколько? Четыре плюс? Четыре плюс пас. Четыре плюс кетч. Не смог выбросить. Не смог отдать пас, оставил мяч у себя. Модифицированная единица на пас получилась. Сейв троу работает. Сейв троу работает. Я бы, кстати, начал ход с удара вот здесь. Сюда-сюда. И подходишь обязательно. Соответственно, сюда-сюда-сюда. И потом сюда-сюда, если что. То есть это три блока по два куба без блица. Это правильное решение, согласен. Можно еще здесь, конечно, ударить. Куда бы он не сайдстепнулся, будет второй удар все равно два куба. Но вот этот удар мне прям дико доставляет. Сюда-сюда. Подходишь. Соответственно, сюда-сюда-сюда. И в обраточку. Ты. И еще здесь. Три куба. Хорошо. Ладно. Ладно. Можно, конечно, этим волком отсюда ударить. И увезти его куда-то сюда аж. Но что-то мне не очень нравится. Волка я бы как раз оставил для блица вот сюда. Если здесь получится выбить мяч. Стрелка. Стрелка. Вот сюда. Еще. Следуем. Еще. Теперь здесь. Можно вообще, кстати, вот сюда-сюда толкнуть. Что ты делаешь? Прекрати. Ой. Нет. Последний переброс. У эльфов. Неожиданно. Сейчас. Есть шансы. Два гарда защищают. Это отличное место, кстати. Это красные кубы точно. Надо только вот этого друга придержать. А этого пофалить. И с одним ГФИ, кстати, доходит фалила. Соответственно, тебя куда-нибудь сюда. Чтобы эльф оббегал. Либо по верху, либо по низу. А не бежал коротким путем. Тебя, конечно же, сюда. Да. Ладно. А зачем Ван Тернера? Вот этого можно было ломать. Этот опаснее. На Ван Тернер просто выходят, как бы, три парня со стендфирмом и все. На Ван Тернер есть раз стендфирм, два стендфирм, где там третий. И вот три стендфирм. Все. На Ван Тернер есть защита. А вот этот парень, в принципе, весит. Не дошел. Ну что, еще одни красные, 5-5. Волк этот падает на 5-5. Три игрока на поле. Три. Как же Брайт дефается? Вот реально. Хеслер играет где-то не... Как-то небрежно в каком-то месте. И Брайт сразу же вцепляется в эту дырку и все прокидывает. Нех, не смог. Эльфийский додж, он такой. Правда, двоечку потом поролил. 2 на 1. А где Терновер? Просите, а Терновер можно? Ну и все. Волк закат. Сходу. Аккуратненько. Не торопимся. Теперь надо вот этого парня преследовать. И, кстати, есть один, который может ее преследовать. А оставшихся фалить. То есть окружаешь этих ребят. Кстати, никто не добегает. Почему так? Почему этого сюда не поставить, а этим не идти бить вот сюда? Вот ассист. Вот убиватель. А в итоге ты решаешь окружить эльфов. Это я что-то не понимаю? Или Хеслер играть неврежно? Или он сохраняет интригу? Да ладно. Хорошо. Хорошо. Почему нельзя было? Ой, ладно. Кстати, забавно. Если бы он пофалил, если бы он пофалил, он бы не пробил, сыграл бы сники гид. И потом можно было бы бить морды. Нет, я не могу сказать, что он играет плохо. Он играет как обычный башер. И как бы башер работает вот настолько. Вот и все. При этом ему еще, как башеру, не всегда везет. У него ноль перебросов, а у эльфов два. А обычно башеры играют наоборот. Ой, ну вот это забавно было, конечно. Жалко, мы чатика не видим. Вот прям нехватка. Это правильно. То есть он убежал так, чтобы, ну, никто не докопался. Сейчас можно пофалить. Можно пофалить любого. В принципе, тровер довольно серьезная проблема. Ну, Хеслер, может, и не пишет. Ну, то Абрайт пишет. Колокольчик пробил. Хорошо. И удалился. Ну, наконец-то, этого парня выгоняют с поля. 6-6. Он бы даже на 1-1 пробил. Я играл с людьми, у которых горит, и они нормально в чат спамят. Как минимум, я играл с такими людьми. Все, заносим сразу. Не паримся вообще ни о чем. Я не против того, что у нас есть интрига в игре. Я не против. Но слегка меня удручает, что интрига достигается некой небрежностью в игре. Смотрите, все поднялись. А вот этот парень на поле не вышел. И... Некроманты в атаке. 6 эльфов против 10 некромантов. Особо и не расставится как-то прям супер... супер сейфово. А вот некроманты теперь могут играть абсолютно сейфово через клетку, двигаться по одной клеточке вперед, уменьшить количество эльфов до нуля, потом аккуратненько без ГФИ дойти до лоса, ой, до тач-зоны и занести. Далеко? Сюда надо ставить? Ну, окей. Не мне решать, хорошо. Этот... Вот уж кого-кого големов я бы не хотел лочить на лосе. Вот этого парня, вот этого голема я бы точно не хотел лочить. Я бы постарался прикрывать волка, который будет таскать мяч. В принципе, болельщики за Хеслера и почти любой розыгрыш будет в его пользу. Кроме Блица. А с Блицом будет, кстати, интересно. То есть, кикера сейчас нету, рандомный кик, конечно, будет, но, например, мяч улетает сюда. У нас центр. Сюда. Или сюда. Ну, или на эту сторону так же. Сюда или сюда. И Блиц. Тут два эльфа всего, но вот этого можно будет повалить. Как минимум, оттащить отсюда. Вот. И захватить мяч. Ладно, смотрим. Вбрасывается мяч. Кто говорил про Блиц? Ошибся, конечно, с отлётом. Особо ничего не меняет. То есть, да, может забежать три эльфа. И если с первого раза не подбирают некроманты, несмотря на весь деф, то вот этот парень может сотворить маленькое чудо. И Брайт будет двухкратным в подряд чемпионом. Это логично. Сюда должен уложить, пройти вперёд и оббежать. Да? Да. Вряд ли у него марчить будет. Потому что может три плюс выхватить в лицо на халяву. Этот побежит на фул мув. Ну, суть по тому, что вот этот побежал без ГФИ, и этот побежит без ГФИ на фул мув. Не очень понимаю, зачем, но... А, он считал клетки. Раз. Пять, шесть. Не знаю. Давай ещё один шаг. Да, ещё один шаг. Шурфиты. Шурфиты отлично работают. ещё дальше мяч отлетает. Это значит, зомбями будет ещё сложнее что-то сделать. Три, четыре. У тебя один таклер, один парень с таклом и одна попытка подъёма мяча. Вопрос. Кого из этих двух мега опасных игроков ты будешь валить? вот этим парнем. Потому что подбирать будешь вот этим. У него как бы и додж есть, и сила пятая. В принципе, если собираешься бить этого, можно попробовать ударить вот этим парнем. Можно. Но это один блок. Этим два блока. Если ты его вверх поднимаешь на каждом блоке. А здесь можно ударить и сбоку, и вбок его сюда оттолкнуть, ещё и как бы вот этому слегка помешать. Хотя он вот так конечно пробежит, но тем не менее. Ага. Хорошо. Значит, бить вот этим. Теперь вопрос. Удар или подбор? Я бы выбирал удар. Потому что удар это два куба. Тупо. Всё. Вся математика два куба. На 1-1 у тебя и подбор фэльтс. Ага. Хорошо. Вниз. Подход. Armor Break. Нокаут. Хорошо. Минус игрок. Для эльфов, ну для Брайт это очень плохо. Опять же, это тот самый парень, который несколько раз выбивал мяч у пятисильного. Теперь только красные удары, если я правильно помню. Ой-ой-ой. Это что такое? Что-то прям удар за ударом. Armor Break. Нет, ну посмотрите. Это нафол намекает на то, что он мяч не подберёт. По-любому. Сюда. Ты. И сюда. или сюда. Ну, почему нереальные? Как я уже говорил, какая-нибудь 6-6 в красные, а вот этим даже 2-6 достаточно в красные. Да, вот это нормальная тема. Подбор. И нет. Мяч падает нормально. Ну давай, парень, 3+, все, и ты победил. Раз, два, давай, 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 давай. 3+, 3+, 2+, ну, можно ещё этим забежать чуть-чуть. Ой, вот это плохо, но сойдёт. А, здесь всё равно таков. Кто чемпион? Кто маленький эльфийский чемпион? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, как же это забавно. Мои просто нереальные поздравления обоим финалистам Благодарность Хеслеру за финал И огромная благодарность Брайту за финал Как бы с победой поздравляю А также с тем, что высшие эльфы Первый раз, по-моему, за всю историю второго Бладбола Стали чемпионами Рубла И, по-моему, второй раз вообще за историю Рубла Если я правильно помню